Алматы лидирует по числу зараженных коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением болезни. Уже зарегистрировано больше 800 случаев. Факты массового заболевания зафиксированы на Зеленом базаре и крупной кондитерской фабрике. Подробнее расскажет Асем Кущегулова. Еще пару дней назад на территории Зеленого базара шла бойкая торговля. Сейчас ряды пустуют, ведутся дезинфекционные работы. Дело в том, что у 21 сотрудника рынка тест на коронавирус показал положительный результат. Но они все бессимптомники. Все только сотрудники администрации. Дезинфекцию полностью проводим в торговых рядов, в торговых киосков. Помощь всей территории и вокруг территории тоже пролеждающей. Причиной массового заболевания сотрудников рынка является несоблюдение эпидемиологических правил, сообщил сегодня на онлайн-брифинге главный санитарный врач Алматы. Не так давно, буквально три недели назад, при посещении Кокбазар, мной были сделаны замечания о том, что отсутствуют тепловизоры, что отсутствует дистанционная разметка. Часть рядов, салатных рядов открыты без согласования, без надлежащих условий. Если касательно невыполнения карантинных мероприятий, это имелось в виду штрафы до 500 тысяч денег. Коронавирус приостановил работу еще одной крупной компании. На кондитерской фабрике «Рахат» сразу 467 человек заразились опасной болезнью. Здесь также, как и в первом случае, заболевание протекает бессимптомно. На сегодня они отправлены на домашний карантин, переданы под наблюдение врачей поликлиник. Из работников тысяч человек, которые работают на предприятии, это работники из пригородных сел Алматинской области. Они переданы активами работникам ПМС ПАЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. И остальная часть, это большая часть, это работники, которые проживают в городе. Они переданы под активы, под наблюдения. Только за прошлую неделю в Алматы зафиксировано 616 бессимптомных случаев заболевания COVID-19. Это в три раза больше случаев с симптомами. Врачи бьют тревогу. Носите маски, чаще мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию. Увы, многие не понимают всю серьезность ситуации. Штрафуют и все такое, заставляют носить, поэтому и носим. Конечно, соблюдаю. Почему? Потому что, во-первых, в общественных местах это очень необходимо. Алматинские медики просят горожан не вызывать скорую помощь, если у них тест показал положительный результат, но симптомов нет. Они советуют обращаться в поликлинике. Только врач решит, госпитализировать или нет. Асим Кощегулова, Ирлан Шалбаев, Хабарт-24, Алматы.